Спасибо большое, что смотрите, спасибо, что присоединяетесь к дискуссиям, в комментариях. Не забывайте ставить лайки и, конечно же, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Вадим Карасев со мной на связи прямо сейчас. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Давно не виделись. Вадим Юрьевич, очень приятно, что вы присоединились к моему каналу, к обсуждению текущей ситуации. Начать я хочу с очень важного, но такого интереснейшего запроса Соединенных Штатов Америки и стран Запада на 24 августа. Совбеза ООН. Что-то знают, что-то готовят россияне жуткого, что вот такой запрос поступил? Ну, с одной стороны, это так. Ничего нельзя исключать. Так, причем мы не можем исключать и каких-то серьезных движений или действий на фронте и с нашей стороны. А с другой стороны, конечно, можем ожидать какие-то достаточно серьезные прилеты со стороны России. Так, и всегда надо быть на чеку, поскольку, ну, 24-й из 24-й – это государство-образующий праздник для Украины. Так, День независимости. Самый главный праздник. И второй момент. Даже если ничего не будет, я все-таки надеюсь, что для нас ничего такого неожиданного и тем более ужасного не произойдет 24 августа. Но, тем не менее, в этот день, День независимости и Совбеза ООН, на Совбезе ООН, ну, хороший повод совместить День независимости Украины с осуждением российского вторжения, российской агрессии в Украину. Ну, как бы, защита украинской независимости, в общем-то, это основное в нашем украинском сопротивлении этому военному российскому вторжению. Ну, так что здесь, как бы, День независимости – хороший повод поговорить о войне за независимость Украины против российского вторжения, потому что мы понимаем цели со стороны России, какие цели этой войны. Вадим Юрьевич, во Львове Гутерриш и Эрдоган встречаются с Зеленским. Далее по плану Одесса, вот, собственно, посмотреть на корабли. Очередной акт – склонить Украину к переговорам и добиться какого-то результата для Российской Федерации, чтобы Путин сохранил лицо? Ну, я не думаю, что вот это как бы в прямую, в лобовую попытка выйти на какие-то договоренности или в ходе этих встреч добиться возможной встречи Путина-Зеленского под эгидой Эрдогана. Такой прямой, скажем, такой целевой установки, не думаю, что такая целевая прямая установка, вот, сквозит или является мотивировочной в действии Эрдогана. Все-таки движение к этому, если такая установка и есть, скорее всего, она есть, но опосредованно, через инвентаризацию зерновой сделки, которая, опять-таки, была достигнута за счет посреднических усилий ООН и Стамбула, и Эрдогана, Турции. Поэтому вот важно инвентаризировать, что удалось достигнуть, что удалось добиться. Ну, скорее, тут плюсов больше, чем минусов. Есть минусы здесь, но плюсов больше, потому что разблокированный экспорт украинской кукурузы и украинского зерна на внешние рынки. Да, там есть проблемы, связанные с тем, что не все сухогрузы пошли с голодающим странам Африки, о чем, ну, предварительно договаривались, некоторые сухогрузы были направлены на порты, в порты стран Европы, Европейского Союза. Но, тем не менее, так, разблокированный экспорт мы получаем ежемесячно, если все пойдет по плану, около пяти миллиардов долларов за счет этого экспорта. Ну, для нас это важно с экономической, финансовой точки зрения. Ну, а турки получают, скажем так, еще, ну, такую зачетную, скажем так, один еще зачет в свои посреднические усилия вот в ходе войны, поскольку вот Турция пытается играть роль такого маклера, будем считать, что честного маклера, так, вот посреднических усилий, да, между Украиной и Россией. ООН, в общем-то, тоже тут и усилия Гутиерыша, так, Антони Гутиерыша, главы ООН, тоже очень важны, потому что эту сделку, ну, скажем так, продвигались к этой сделке во многом благодаря вот этой опасности, голода для развивающихся стран. Вот, поэтому это был один из основных аргументов, в том числе и для России, для чего нужно дать возможность, дать возможность украинскому зерну, украинской кукурузе выйти на международные рынки через Черное море, поскольку Сухопутный или Дунайский, скажем так, речной вариант, Днестровско-Дунайский, и Сухопутный, они все-таки не смогли взять на себя основную роль вот в этом экспорте. Ну, а тут еще один важный момент, который уже касается, скажем, большой геополитики, а не только вот зерна, разблокирование Черного моря для наших торговых кораблей и сухопрозов, а и того, что, в общем-то, это такой первый, хотя и, ну, скажем так, не всеобъемлющий, но первый опыт более-менее успешный дипломатического урегулирования, вот вопрос, который касался снятия торговой блокады с черноморских портов Украины для украинских сухогрузов, для украинского зерна и кукурузы. Причем без стран Запада здесь, без США, это делается как бы вне Запада, вне ключевых наших союзников и друзей, вот в отражении российской агрессии. Это показательно, так, потому что, ну, пока Запад, ну, пока занимает достаточно, скажем так, бескомпромиссную позицию, вот, пока речи не идет о каких-то сделках дипломатических между Украиной и Россией при посредничестве Запада. Да, более того, мы знаем, что во многом, ну, в большей части, так, может, в большей части все-таки Запад не принял так называемый Стамбул, Стамбульский договор конца марта 2022 года, когда, возможно, была еще, скажем так, сделка при посредничестве того же Эрдогана между Украиной и Россией. Договор, мы знаем, он есть, он написан, но, как мы знаем, после этого любые какие-либо дипломатические переговорные контакты между украинской переговорной группой и российскими переговорщиками, его нет, так, он фактически сегодня заморожен, так, дипломатические контакты. Так вот, зерновая сделка – это первый такой, скажем так, опыт возможный, такой пунктирный, такой черновичок для того, чтобы подумать о возможной такой дипломатической сделке уже по перемирию или там по прекращению огня, который касаться будет уже не локального, профильного, скажем так, направления, вот, экспорта зерна, так, а и перемирия, и кем более, что, как мы помним, зерновую сделку подписывал со стороны Российской Федерации министр обороны Шойгу, министр обороны Турции, так, да, это отдельно подписывали с россиянами, отдельно с украинцами, с нами, с нашей стороны это подписывал Кубраков, министр инфраструктуры и транспорта, ну, понятно, почему, потому что порты и так далее, но вот то, что касалось, скажем так, России, это был министр обороны. Вот многие тогда говорили, что вот когда эта сделка подписывалась, месяц назад, по-моему, чуть больше, но и говорили, что это тоже может быть таким прообразом, так, когда, например, министр обороны Российской Федерации, и министр обороны Украины, и министр обороны Турции при посредничестве председателя ООН, могут подписать вот такое перемирие без, ну, непосредственного, скажем так, прямого участия здесь Запада. Ну, много будет зависеть, сможет ли такой сценарий, так сказать, перетрансформацию вот этой зерновой сделки в дипломатические какие-то договоренности, так, или подписание, тем более, Стамбульской декларации, Стамбульского договора, кто-то говорит уже Стамбул-2, может быть, сможет ли это, скажем так, быть под эгидой Запада, ну, это же посмотрим, так, это во многом будет зависеть от того, какую здесь позицию займет Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки. Ну, вот, судя по тому, что сейчас пишут ключевые внешнеполитические эксперты очень высокого уровня, ну, скажем так, круче нет, наверное, тот же Киссинджер, вот, последняя статья Жона Мершаймера, так, пишут, что пока эта сделка между США и Россией, потому что, прежде всего, должна между ними быть какая-то, скажем, предварительная договоренность, перед тем, как уже подписывать какое-то перемирие, там, или прекращение огня между Украиной и Россией. Вот она пока просматривается слабо, потому что ставки очень высокие на кону репутации и США, и России, никто не хочет тут проиграть, никто не хочет показать, дать, показать слабину, ну, поэтому пока хоть план А, так, который заключается в том, который заключался в том, который заключался в том, вот, план А с марта месяца где-то, ну, со второй половины марта и начала апреля, который заключался в том, чтобы нанести военное поражение России, или не дать России победить, а затем нанести военное поражение России, Украиной с помощью поставок вооружений со стороны Запада, прежде всего, США, пока этот план, как бы, не реализован, так, и, может быть, ну, скажем так, по крайней мере, реализация может быть затянута надолго, а может и вообще, скажем, она будет не реализована. Но пока и Запад не готов на план Б. Ну, многие сегодня пишут о том, что Запад рассчитывал, наверное, вот на неопределенное такое чудо на Днепре, по аналогии с чудом на Висле, когда в 1920 году Польша остановила такой рейд армии Тухачевского на Варшаву. Тогда была попытка опять возвратить Варшаву, ну, в лона уже формирующейся на базе Российской империи, ну, Советского Союза. И мы знаем, под Варшавой войска Тухачевского получили полное фиаско, было полное поражение, очень много пленных. Очевидно, Запад вот по такой модели чудо на Висле рассчитывал и на чудо на Днепре, когда российские войска, ну, получат жесточайшее поражение в ходе наступления. И тогда, ну, будет в какой-то степени решена проблема и ослабления России, не говоря о ослаблении России, но это программа минимума, а затем и, ну, скажем так, уничтожение, по крайней мере, режима Путина и снятие с повестки дня угрожающего, так называемого, русского вопроса. Но пока чудо на Днепре нет. Более того, многие сегодня, вот тот же Эми Шаймер, Нил Фергюсон, вот авторитетные, так, исследователи говорят, что пока все-таки где-то чуть-чуть, чуть-чуть, хотя, ну, немного, так, сегодня все-таки небольшой, но все-таки перевес на стороне российских вооруженных сил. И здесь, конечно, надо уже вместо плана А переходить к какому-то плану Б. Но пока этот план Б не пересматривается. Ну, как знать, может быть, вот и зерновая сделка, а также, к чему я перейду вот сейчас, решение конфликта вокруг Запорожской атомной электростанции с участием ООН Антонио Гутерриша, с участием директора МАГАТЭ, Международного агентства по безопасности атомной энергетики, Стамбула или Эрдогана при посредственных усилиях Украины и России, вот если это удастся тоже разрешить и не допустить ситуацию, скажем так, о какой-то военно-техногенной, я сказал, и военно-технической катастрофе, вот это тоже может в какой-то степени опять-таки приблизить к тому, чтобы выйти на параметры вот этого, предварительно хотя бы, пунктирные параметры плана Б. Но поскольку мы видим сегодня военно-технический и военно-политический кризис вокруг Запорожской атомной электростанции, этот кризис пока, буквально накануне, перед встречей Гутерриша, президента Зеленского и президента Эрдогана, он пока не ослаб, более того, он накаляется. Если удастся помимо зерновой сделки решить и, скажем так, выйти на решение вот этого военно-политического и военно-технического кризиса вокруг Запорожской атомной электростанции, ну тогда можно даже подумать и о более широких каких-то договоренностей, правда не сейчас, а уже в будущем. Опять-таки, что очень, ну скажем так, опять-таки, очень познавательно, может даже показательно, интересно. Опять это происходит при посреднических усилиях Эрдогана, организации объединенных наций, такой международной организации, как МАГАТЭ, Международное агентство по безопасности атомной энергетики, без непосредственного вовлечения сюда Запада, США и западной коалиции, коалиции западных государств. Вадим Юрьевич, это очень интересно, такая тенденция вырисовывается, вы очень четко ее обозначили, но ведь этот план Б, который формируется, это ведь пока российское наступление не возобновится, пока Путин не пойдет вперед на юге, или как? Или он уже отказался от этого? Или как, да, или как. А вот если не будет, не удастся что-то решить по Запорожской АЭС, там могут быть наступления, ну, скажем так, обоюдные, мы можем пойти в наступление, Россия может пойти в наступление. Сейчас стороны, ну, скажем так, ну, я бы не сказал, что блефуют. Россия может не блефовать, она тоже скапливает вооружение на границе с Украиной, дополнительные, так, самолеты, там 430 самолетов, свозят С-300, вот эти С-300 и боеприпасы свозили на вот этот полигон Жанкове, ну, там критиковали, что как бы допустили детонацию боеприпасов и вообще допустили там украинскую диверсию и так далее. Она под открытой небом, потому что рядом железнодорожные пути, для того, чтобы перевозить туда, на юг Украины, в район, туда, в район Херсона, так, для того, чтобы там пойти в наступление на Николаев, оттуда, на Николаев, на Одессу. Так вот, пока вот эта опция наступления или контрнаступления украинского, контрнаступления и наступления России, они остаются в игре. Возможно, как дополнительный фактор и дополнительный аргумент в дипломатическом покере, так, для дипломатии, потому что дипломатия всегда опирается на военное соотношение сил, на силовую политику, так, тем более вот в нынешних условиях, тем более в условиях реальной войны. Но может, как бы, это не состояться, если удастся, скажем так, достичь второго успешного решения, ну, да, очень опасного, но тем не менее локального, локального кризиса вокруг Запорожской атомной станции. Зерновая сделка плюс решение вопроса по Запорожской АЭС, и тогда уже можно, скажем так, меньше рассчитывать на военные, военно-силовые опции, на новый виток военной эскалации, на военно-эскалационные какие-то действия, а рассчитывать на усиление дипломатии, усиление дипломатических инструментов и аргументов. Вадим Юрьевич, что касается обиды Зеленского на страны Запада, очень принципиально важный вопрос, потому что в западной прессе опять поднимают тему, что, мол, мы за полгода предупреждали, а вы там недостаточно подготовились, ну, и Зеленский резко отвечает. Ведь эта история будет набирать обороты по мере, там, выборов в Соединенных Штатах Америки. Такие выпуски, там, Вашингтон-Пост еще не один раз будут связаны с Украиной. Вполне возможно, я не говорю, что это стопроцентная вероятность, но вполне возможно, потому что вот в этих всех публикациях, вот последний, так, вот такой лонгрид, с многими авторами Вашингтон-Пост, это же там целый сториз такой, понимаете, не просто там заметка, и не просто там колонка автора, так, одного, а это целый такой в стиле сториз к того, как возникало или там, как приближались к войне. Вот, она в какой-то степени, ну, обеляет Байдена и байденской администрации, что они предупреждали, они говорили, а Украина не прислушивалась, а в это время как раз хорошо работала американская разведка, американские дипломаты, почти все со стопроцентной, скажем так, достоверностью, они все предсказали. Так что это в какой-то степени попытка обелить и усилить репутацию администрации Байдена накануне выборов, так, потому что, ну, многие сегодня тоже, и республиканцы, и не только в Америке, говорят о том, что, в общем-то, здесь вот в войне России против Украины байденовская администрация не всегда действовала удачно. А с другой стороны, конечно, тут и присутствует, скажем так, мягкий упрек, я бы не сказал, что это какой-то жесткий упрек, ну, упрек такой, латентный упрек стороны Украины и украинского руководства, что они, дескать, вот не приняли всерьез все вот эти предупреждения американской администрации. Ну, можно тут как бы привести массу доводов, что это не так, ну, хотя бы только один, чтобы я, ну, долго не занимался тем, что, в общем-то, и так понятно. Ну, например, Залужный был назначен в июле, по-моему, 21-го года на должность командующего вооруженных сил. Было сменено руководство Генштаба, сменено руководство Министерства обороны. Пришли молодые генералы. Залужный был генерал-майором, начальником бригады оперативного и руководителем оперативного направления Север. Так, вот. Значит, готовились все-таки к чему-то неожиданному, непредсказуемому, такому военному украинское руководство. Все дальше, ну, понятно, там можно с чем-то спорить, но главное все-таки многие уже решения, уже с лет, начиная с начала лета 21-го года, они были, скажем, ну, высшим военно-политическим руководством Украины, были связаны с тем, что все-таки вероятность такого вторжения предсказывалась и готовились к этому. Так, плюс, не во всем, может быть, подготовились как надо, но, тем не менее, готовились. Но вот в этой публикации, мы говорили вчера с вами, так, на политике, тоже такой мягкий упрек на случай того, если нужен будет план Б, опять-таки, переходить к плану Б странам Запада, или на случай того, что, ну, скажем, не все пойдет на линии фронта так, как планировали наши западные партнеры и так далее, всегда можно сказать, что мы предупреждали, мы сделали все. А вот украинское руководство как бы не доработало. Поэтому, ну, что к нам тогда претензии? В том числе, кстати говоря, и по военной помощи. Потому что мы видим, что сегодня вот было сообщение, что там десяток бывших высокопоставленных военных, дипломатов, экспертов военных и международных США написали письмо в администрацию Байдена, в адрес администрации Байдена о необходимости предоставления Украине АКМАС, вот эти ракеты, которые имеют дальнобойность, там, более двухсот и так далее километров. И среди подписантов Уэсли Кларк, Бен Ходжес, это бывший командующий военных командований стран НАТО в Европе. Два посла, бывших в Украине, Тейлор и Джон Хербст. Так, ряд других известных людей. Но вот Нед Прайс, спикер Госдепа, ну, вчера, по-моему, заявил о том, что пока не планируется давать вот этот новый вид, скажем так, оружия, так, более серьезный, чем Хаймерсы. Дальше, что пока речь не идет о том, чтобы усиливать искалатство, что украинец оружия для того, чтобы сдержать движение и удачно и существовать сопротивление российским войскам. Ну, видите, сомнение, не наступление, не контрнаступление, а сопротивление. То есть, оборонительное оружие достаточно Украине, но наступательное пока не говорят, потому что, ну, если наступать, не знаю, может, есть такой план и есть резерв соответствующий, тут мы можем только гадать, но для наступления нужны танки и самолеты, а не только Хаймерсы. Хаймерсы нужны нужны для того, чтобы бить по инфраструктуре, по логистическим военным цепочкам и тому подобное, бить по штабам, по хабам боеприпасов, но наступать это все-таки нужно другой вид вооружения. Но пока, судя по заявлению, с которым выступил Нед Прайс, Госдеп считает, что, ну, по крайней мере, сегодня речь о новом, скажем так, более эффективном и более убойном виде вооружений, которым нуждается Украина, чтобы оно было поставлено из США, речи не идет. Значит, тут тоже можно сказать, что вот вы, ну, Украина требуете от нас более, ну, скажем так, повышения ставок, увеличения, военной помощи не просто, скажем так, по горизонтали, а по вертикали, более мощным, дальнобойными, более поражающими видами вооружений. Ну, вы что тоже, ну, в начале войны мы же предупреждали вас, а вы не все подготовили. А вы, поэтому вот сегодня тоже ситуация военно-стратегическая выглядит так, как она выглядит. Ну, например, там, без Херсона, так, оккупирован Херсон, оккупирована там часть Сазовского моря, Кердянск, Мелитополь, часть Запорожской области, которая примыкает Азовскому морю. Ну, вот я так бы вот на это посмотрел, не вдаваясь вот тут, как бы, внутриукраинские аспекты этой проблемы, когда противники, скрытые оппоненты и открытые оппоненты Зеленского начали там сейчас разгонять разного рода публикации по фейсбукам и другим социальным сетям, что Зеленский виноват в том, что он не предупредил о том, что будет война. Вот это, мне кажется, неправильно, это и в какой-то степени несправедливо, вот, потому что несмотря на то, что не во всем страна была готова, тем не менее подготовка без особого афиширования, без особого акцентирования, подготовка к тому, чтобы готовиться к отражению возможного военного вторжения России на территорию Украины, все-таки проводилась Зеленским и его командой. Начиная с лета 21 года. А скажите, пожалуйста, а с финансовой помощью, с деньгами, так как с оружием, дозировано все, и Запад, который фактически на две трети содержит сейчас государственную машину Украины финансово, тоже будет идти на попятную? Ну, на попятную не знаю, скорее всего нет, так, но дозировано дозировано, да, потому что у нас денег не хватает, но по скромным подсчетам 5 миллиардов в месяц всем, кто-то вред больше, но пока мы не получили, поэтому очень важно было зерновую сделку сделать, все-таки 5 миллиардов доходов в Мосбюджет, дальше приходится печатать деньги, сегодня отсюда и инфляция, отсюда волатильный и падающий курс гривны относительно доллара, так, сегодня вот мы видим, что пробита психологическая отметка 40 гривен за один доллар, уже больше даже, по-моему, сегодня 41, там, чем-то, вот, так что с экономической точки зрения действительно, с финансовой и экономической точки зрения действительно, ну, трудности в том смысле, что вести войну при остановленной фактической экономике и, ну, испытывающим невероятное давление государственным финансам будет тяжело, тем более, входя в зиму, ну, в отопительный сезон, имея, точнее, наблюдая за разбитой инфраструктурой, в том числе энергетической, за нефтепереработкой и так далее, и так далее, это, конечно, ну, нужно обладать очень серьезной стрессоустойчивостью, да, стрессоустойчивостью, я не знаю, пока мы выдерживаем, так, и не сдаемся, и, нету военной победы у России, так, небольшой перевес есть, давайте там все-таки будем, признаем это, но, это не то, так, значит, Запад, понятно, что вот последняя была встреча, ну, в рамках, скажем так, рамштайнерского формата, где-то недели, полторы назад, ну, нашли там 1,2 миллиарда долларов на вооружение, но у них тоже заканчивается, но советское вооружение все уже фактически выгребли из бывших стран социалистического блока и Варшавского договора, где оно оставалось, так, боеприпасы, танки, БМПшки, ствольная артиллерия и так далее, так, а новую, это надо 2-3 года, чтобы запустить европейский ВПК, который бы начал работать полноценно на Украину. Но единственное, вот, скажем так, более-менее такая позитивная новость, что Швеция заявила о том, что ее ВПК, ну, скажем так, может работать на Украину. Мы знаем, что у Швеции неплохой ВПК, свой, так, национальный военно-промышленный комплекс, вот, но, опять-таки, пока это планы, пока это одна страна, а если говорить о новейшем вооружении натовского стандарта, натовских образов, то надо два-три года, чтобы перестроить экономики Западной Европы, Европейского Союза, стран НАТО на военные рельсы. Поэтому, кстати говоря, не случайно, вот тоже в последнем интервью, Ермак, глава Офиса президента, заявил о том, что войну надо бы, конечно, закончить в зиме. Но вопрос о том, как закончить войну. Как? Вот на каком, скажем так, восклицательном знаке, на контрнаступлении, или на каком-то перемирии, на какое-то будет перемирие. Знаете, может быть такое перемирие, что просто агония будет, перемирие, мирная агония, или агония мира, как между Первой и Второй войной. То есть тут масса вопросов. Ну, вот поэтому нужно двигаться сегодня, скажем так, очень аккуратно. вот зерновая сделка, вот решение вопроса с Запорожской АЭС, вот еще какие-то дипломатические инициативы, вот еще, скажем так, какие-то решения, которые либо могут вести к повышению военных ставок, либо, скажем так, наоборот, к какому-то, ну, скажем так, равновесию. Ну, вот так что, думаю, примерно сегодня у нас накануне 20-х чисел августа, думаю, что станет ясно где-то к 10-м, от 10-х до 20-х чисел сентября. Тогда ситуация станет более ясной. Пока новой ясности нет. Есть старая ясность, она же старая с точки зрения того, как в зиму входить, с войной, без войны, с перемирием, с каким перемирием. Есть неясность старая, опять-таки. А думаю, что вот недельки, две, три станет понятно, что такое новая ясность. Прояснится ситуация. Да, но мой финальный вопрос, перед которым я, конечно, призываю всех подписываться, говорит и доказывает Карасев, обязательно, этот YouTube-канал подписывайтесь на мой YouTube. Спасибо. Пишите, пожалуйста, комментарии, и, ну, собственно, присоединяйтесь к обсуждению. Я бы в конце хотел спросить о вот этой кровавой фазе, в которую мы входим. Вы более аналитически подходите к этому, скажем так, моменту августа-сентября, а ГУР, Главное управление разведки, уже дает очень такие тревожные прогнозы, ожесточение по всей линии фронта и каких-то новых сил, которые будут брошены в Украину для, ну, еще более кровавой, скажем так, спецоперации, так называемой. Что вы об этом думаете? Насколько резко могут, ну, скажем так, все планы обрушиться через кровь и новое убийство украинцев? Ну, я в этом отношении доверяю нашей военной разведке, потому что, кстати говоря, глава военной разведки, ГУР, Кирилл Буданов, по-моему, в ноябре 21-го года, а может, даже раньше, он, может быть, единственный, кто открыто, не боясь, скажем так, каких-то обвинений, все они, паники, там, слухов, говорил о том, что военное отражение России будет. Стало быть, хорошие источники, хорошая агентура. Значит, у меня нет оснований, не доверять этому заявлению украинской военной разведке. Ну, и мы видим, что, да, мы же приводили пример того, что перебрасывается из глубин, глубины России перебрасывается С-300, уже переброшены частично, самолеты тоже как бы переброшены сюда вот, с российской глубинки. Значит, ну, резервы накапливают, значит, не исключено, что вот под влиянием тех или иных обстоятельств возможно вот новое наступление России. Я думаю, что разведка и инштаб вычислили на каких участках, где, для того, чтобы сорвать эти планы большого наступления. Ну, как сорвали план наступления в конце февраля, начале марта Киев, Гостомель, Чернигов. Вот на севере и западе украинской столицы, когда Киев фактически был защищен и Россия была вынуждена вывести свои войска уже в конце марта, поскольку понимали, что никакой перспективы дальнейшей военной, так, военно-оперативной, более военно-стратегической у этих групп российских войск возле Киева, на севере и западе нет. Надеюсь, что и в этот раз нам удастся сорвать планы Путина, планы врага. Вадим Карасев был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое, друзья, что посмотрели это видео. Вадим Юрьевич, и вам тоже большое спасибо за то, что уделили мне время. Спасибо. Спасибо всем. Увидимся обязательно. Берегите себя и до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.